Девчонки, всем привет! Сегодня я снимаю видео о салонных процедурах, которые я пробовала в салоне. Хочу поделиться своими впечатлениями и рассказать о них. Итак, я пробовала три процедуры. Первая процедура, которую я пробовала от выпадения волос от торговой марки Napura. Это итальянская торговая марка. Дальше, второе лечение волос, которое я пробовала, это от японской торговой марки Label. Счастье для волос. И третья моя самая неудачная процедура. И я хочу вас отговорить ее, пробовать, если вдруг вы надумаете. Это от торговой марки Davines. Кератиновое чудо. Итак, что касается процедуры кератиновое чудо, его необходимо делать раз в неделю на протяжении 4 недель. После первой моей процедуры у меня было такое ощущение, даже я не буду говорить и близко, не было впечатления, что мои волосы вылечили. Они блестящие, красивые. Наоборот, у меня было такое впечатление, что мои волосы обесцветили. Как будто бы я из черного цвета выходила в белый, делала какую-то смывку для волос. После первой процедуры мастер сказал, что это возможно, эффект не очень, но после следующих процедур будет все просто великолепно. Но пока проходил промежуток от первой недели, как я сделала первую процедуру до второй, у меня осыпалось очень большое количество волос. То есть секлись не то, что кончики на самых концах, а выпадали вот такие вот куски, очень много волос отпало. Я смотрела на это все с ужасом и не могла дождаться второй процедуры. Конечно, мне было боязно на нее идти. После второй процедуры чудо тоже не произошло. Волосы стали, да, действительно, немного лучше выглядеть, но они выглядели хуже, чем до того, как я начала это лечение. Соответственно, эта процедура мне очень испортила волосы, мне их пришлось немного состричь. И по истечении времени я понимаю, что мне все-таки придется значительную часть волос своих состригать. То есть эта процедура не то, что не лечит, не ухаживает, и хотя бы какое-то время волосы не выглядят лучше, она просто их портит. Некоторые девочки-мастера мне говорят, что возможно мне передержали эту процедуру, но меня это мало волнует. Вот передержали, либо эта процедура вообще не имеет, не несет никакого положительного эффекта. Если есть такое лечение, которое портит волосы, мне кажется, об этом нужно сказать. И многие девочки знают, что я интересуюсь красотой волос, различными шампунями, масочками. Спрашивали у меня по поводу этой процедуры. И всем однозначно говорила, что вам ее делать не стоит. Вот это был мой горький опыт. Я бы никому не рекомендовала это чудо, кератиновое чудо для волос. Но при этом от Davines мне хочется попробовать уход, потому что на YouTube очень слишком разрекламирована эта торговая марка. И все-таки я еще сделаю по поводу домашнего ухода, обязательно оставлю свою рецензию. Поэтому про уход будет видео. Дальше, что касается следующей процедуры для волос. От торговой марки Label. Здесь у меня есть еще также продукты, которые я покупала домой, чтобы познакомиться с этим японским уходом. У меня была такая маска, шампунь и такой вот крем. Это была самая дорогая процедура, которую я пробовала, что касается восстановления и лечения волос. Это счастье для волос. Также необходимо делать 4 процедуры раз в неделю, в 10 дней, по-моему, можно. А промежуток. Ну, что касается этой процедуры. Она не лечит волосы. Кому она подойдет? Ну, скорее всего, подойдет очень обесцвеченным блондинкам. Она напитает немного волосы, сделает гладкими, менее ломкими. Особенного какого-то вау-эффекта на волосах я не заметила. Что касается волос после самой процедуры, да, они выглядели очень красиво, гладкие, в лучших традициях японского ухода. Вот такие, как можно увидеть у японских кейш, девушек. Да, волосы были красивыми. Но после следующего мытья головы эффект пропадает, и он не несет никакого накопительного эффекта. То есть вы помыли голову, и все, эффект ушел. Хотя процедура очень дорогостоящая. И происходит несколько этапов. Я где-то вставлю картинку, как выглядит этот уход. Несколько этапов. Все это так тщательно наносится, прочесывается, делается. Но особенного эффекта, что ваши волосы стали значительно лучше, красивее, нет. Я так сказать не могу. И вместо этого дорогого лечения от Label, счастье для волос, я могу вам рекомендовать взять домой уход. И будет эффект точно таким же. Я извиняюсь, у меня уже эти маски, просто все эти банки лежат очень давно, и стояли в ванной, поэтому у них нет товарного вида. Я могу рекомендовать взять вот такую маску, шампунь и крем от Label. И используя вот эту вот маску, она стоит как одна процедура лечения в салоне. Возможно, немножко дешевле. Но вам этой маски хватит очень надолго, потому что ее не рекомендуют делать, по-моему, чаще, чем раз в неделю. Всего 170 грамм в маске, но эффект будет такой же, как после процедуры счастья для волос. Эффект будет точно-точно такой, но у вас эта маска будет всегда стоять на полочке в ванной, и вы сможете в нужный момент себе сделать такую процедуру, и волосы будут блестящими, напитанными, красивыми, один в один, как после процедуры счастья для волос. Сказать, что процедура счастья для волос уж совсем бесполезная, нет. Я так сказать не могу, по крайней мере, волосы хуже не стали. Я познакомилась с японским уходом, но рекомендовать всем пройти это счастье для волос я так не могу. Если у вас есть деньги, попробуйте, сделайте хуже, волосы не будут, но и значительно лучшими они не станут. И дальше я расскажу о лечении от торговой марки Напура. Это единственное лечение, какие-то манипуляции из салонных процедур, которые мне понравились. Что касается этого лечения от Напура, почему я его решила попробовать? У меня была проблема, что я теряла большое количество волос, они у меня выпадали. Как только можно было попробовать, я попробовала маски, домашний уход. То есть я попробовала, а это ничего не работало. И я решила, когда подстригалась, узнать в салоне, есть ли у них какие-то процедуры. Мне посоветовали эту итальянскую торговую марку и сказали, что если делать регулярно, да, эффект будет. Лечение состояло из того, что приблизительно 6 процедур вам делали детокс кожи головы. В ампулах наносили средства, раствор, втирали, чувствовался холодок, как такое, наверное, это больше похоже на какой-то скраб с холодком был такой эффект. Наносили ампулы, шампунь, тоже маски. Все это держалось приблизительно 30 минут на голове. И смывалось, и волосы были очень такой травяной аромат. Приятный, невероятно красивый. Мне очень нравился этот уход. И волосы были блестящими, очень такими сильными, напитанными. В общем, мне очень нравился эффект, как выглядели волосы. И со временем, по истечении, не сразу, много недель прошло, думаю, недель 6, я увидела результат, что волосы перестали выпадать. Значит, 6 недель приблизительно мне делали детокс кожи головы. И после этого приблизительно недель 7 мне втирали ампулы для роста волос. То есть, это лечение состоит из нескольких этапов. Салонный уход, то, что вам делать. Сначала детокс кожи головы, потом стимулирует рост луковиц. И домашний уход. Вот этим уходом я была довольна. Несмотря на то, что он направлен на лечение от выпадения волос, сами волосы при этом уходе выглядели также очень хорошо. С этим уходом от напора я также еще пользовалась Олаплекс. Вот эта маленькая баночка в 100 мл, номер 3, мне очень-очень нравился. Эффект. И все я хочу повторить, никак у меня не дойдут руки. Но если вы ищете аналог какой-то салонной процедуре, иметь дома, вот я могу вам рекомендовать Олаплекс для поврежденных сухих волос, ломких, наносить на кончики, держать, и эффект будет. Также подрезюмировать хочу, что по моему опыту, ни одна салонная процедура вам не восстановит и не вылечит волосы. Потому что все продукты, которыми мы пользуемся, написано, что они несут больше уходовый характер. Это не панацея, это не есть лекарство, которое вам вылечит волосы. Единственное, что может вылечить волосы, это правильный уход, не рисковать, не делать те процедуры, в которых вы не разбираете, если бы у вас есть очень мало информации. Прислушиваться, наверное, к рекомендациям, советам, отзывам. Я бы вам не рекомендовала делать кератиновое чудо. Никому вообще. Эта процедура не стоящая того. Дальше, что я хотела сказать. Салонные процедуры, скорее всего, можно делать ради интереса, для повышения какой-то, наверное, самооценки, чтобы чувствовать себя более красивой. Но волосы вам эти процедуры не восстановят и не вылечат. Чтобы волосы были красивыми, нужно их бережно окрашивать, подстригать хотя бы каждые 3 месяца, застригать кончики, потому что ни одни волосы не могут выглядеть красивыми, когда там еще полметра посеченных волос. Вот это то, что касается моих стандартов красоты. Терпеть не могу посеченные волосы. Когда я вижу их у себя, я их буду постоянно дергать, дергать, так продолжать, продолжать, пока я их просто не пойду и не состригу. И от них не избавлюсь. Потому что удовольствие от этой длины я получать не буду. Вот сейчас мне уже нужно идти в салон и подстригаться. Потому что, как я уже сказала, кератиновым чудом я испортила себе волосы. И выходит, что однозначно рекомендовать, какую процедуру я вам могу. Это либо Напура, от другой марки Напура, либо Леббл. Но Леббл бы я вам рекомендовала сначала попробовать как домашний уход. Также, если у вас нет возможности материальной, либо нет времени ходить в салоны красоты, что я могу рекомендовать для волос? Обычное кокосовое масло. Я где-то оставлю внизу ссылку на масло, которое мне очень-очень нравилось. Это от торговой марки Парашют, если я правильно говорю. Вот это масло просто было идеальным для моих волос. С ним даже волосы выглядели немного более объемнее. Плестящие, невероятно темные волосы с таким каким-то сизым более отрывом. Невероятно красивые получались с этим маслом волосы. И стоит оно, можно сказать, копейки доступно по цене и приятное в использовании. И результат на лицо, на волосы виден отлично. Также могу рекомендовать различные масла по уходу, после того, как вы состригли некрасивые кончики. Могу вам рекомендовать использовать различные масла. Вот сейчас у меня вот такой торговой марки Сабон. Я уже о нем рассказывала в предыдущих видео, поэтому повторяться не буду. Но вот этими маслами я очень-очень довольна и использую на постоянной основе. Вот это действительно, от чего виден уход. Найдите свое хорошее какое-то масло. Посмотрите, возможно, у кого красивые волосы. Индианки девушки очень у них красивые, потом японки, да. Вот у них можно посмотреть средства, продукты, именно те народы, которые славятся своими красивыми волосами. Итальянки также. Вот напора, это итальянская торговая марка. Вот, наверное, от этих народов и стоит плясать в сторону красивых, ухоженных волос. Итак, в принципе, это все, что я пробовала на данный момент. Я не буду на этом останавливаться. Конечно же, я буду пробовать различные новые процедуры, делиться с вами информацией и своим мнением. Напишите вы, какими средствами для волос пользуетесь вы, какие процедуры вы пробовали, от чего был хороший эффект. И пишите, конечно же, если был какой-то негативный опыт. На этом все. До скорых встреч. Всем пока.